Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». По уважительной причине у нас был небольшой перерыв, но, наконец-то, мы дождались того момента, когда мы снова вместе можем поговорить о футболе, поговорить о тех перипетиях матчей, которые несметное количество происходили на футбольных полях всего мира, в том числе и России. И матчи Лиги Чемпионов стартовали, матчи Лиги Европы, чемпионат России уже набрал ход, и одну треть нашей команды прошли. Обо всем об этом ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгением Воронином и Илья Разенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Илья, поздравляю тебя сразу с дебютом. Спасибо. Ты молодец. Надеюсь, ты достойно будешь защищать, так сказать, болельщицкие интересы на нашей программе. Дорогие друзья, 541-25-40, телефоны прямого эфира, звоните и давайте пообщаемся, потому что темы нашей сегодняшней передачи, они абсолютно, абсолютно для того, чтобы поспорить, для того, чтобы найти истину, насколько наши команды хорошо играют в футбол. Итак, друзья мои, я поздравляю, в Лиге Чемпионов у нас два клуба, два клуба, это Спартак и ЦСКА, в Лиге Европы у нас тоже два клуба, поэтому можно сказать о том, что представительство у нас достаточно серьезное. Итак, давайте напомним нашим телезрителям и сами вспомним, какие группы у нас сформировались в Лиге Чемпионов. Итак, группа А, это Бенфика, Манчестер Юнайтед, Базель и ЦСКА. Давайте немножко поговорим об этой группе. Жень, после Баварии, после Манчестер Сити, после Монако, как ты расцениваешь группу А, которую представляет российский клуб ЦСКА? Я думаю, все-таки эта группа нам в этом году повезла. Повезло, да, наконец-то нам повезло. Действительно, попались команды не Гранда, но если не считать только Манчестер Юнайтед во главе, сами знаете, с каким тренером, который может показывать достойную игру, я думаю, это фаворит нашей группы. Но за второе, после первого матча, который мы, может, будем обсуждать, сегодня, от увиденного, то, что происходило, от того, что у нас и трансфернов в этом году никого не прикупили, но и никого не продали, только в аренду там поотдавали. Но я думаю, что группа играем, можно играть. Можно играть. Сергей, Евгений сказал, да, Манчестер Юнайтед, да, это, скорее всего, такой особняком стоит среди тех команд, с которыми ЦСКА предстоит встречаться. Кто может еще подпортить кровь у этих команд? Базель, ну, ЦСКА, конечно. А, кстати говоря, если подпортит Манчестеру, ЦСКА тоже, благодарю. Не, ну, в принципе, действительно, я уже не соглашусь, Манчестер стоит особняком, а там Базель, Бенфика и ЦСКА, я думаю, все имеют равные шансы выйти в следующий этап розыгрыша или занять третье место и пройти в Лигу Европы. Поэтому я не вижу там фаворита такого, знаешь, чтобы кто-то... Явно. ...опережал бы, да, и ЦСКА бы на голову там. Вот матч мы будем обсуждать, если с Бенфикой, да, он показал, что я только ждал тоже от Бенфики большего, но вот как-то матч сложился так, очень хорошо для ЦСКА, и ЦСКА действительно молодцы, победили. Взяли три очка, которые в дальнейшем, я думаю, пригодятся. Ой-ой-ой, как пригодятся. Ильяк, тебе вопрос, скажи, пожалуйста, после того, как ЦСКА несколько сезонов подряд говорили о том, что Лига Европы, после группового турнира, да, попадание в Лигу Европы, это будет космосом для ЦСКА. Сейчас в данной группе можно говорить о том, что попадание ЦСКА в Лигу Европы, это будет результат положительный? Мне вообще немножко непонятно, почему считается положительным исходом или ЦСКА попадание в Лигу Европы, потому что ЦСКА фактически этот турнир выиграл, пусть он кубок УИФА назывался, поэтому ЦСКА все-таки интерес представляет Лигу Чемпионов. Но теперь у ЦСКА все хорошо, как вот Гончаренко сказал вчера, что для нас главный матч это с Базелем. У ЦСКА хорошая фора, чтобы пройти, я думаю, ЦСКА может получиться. Константин, с Базелем, сказал, да, Илья, будут спаренные встречи. Часто мы обсуждали о том, что спаренные встречи, которые третья и четвертая, они во многом являются определяющими, решающими. На твой взгляд, в этом сезоне для ЦСКА такой же будет определяющим эти матчи? Такими же? На мой взгляд, для ЦСКА каждый матч решающий, определяющий. Что касаемо именно третьего-четвертого тура в Лиге Чемпионов, на мой взгляд, это хороший показатель, хороший жребий, опять же, для ЦСКА. Почему? Потому что это не Манчестерина, это даже не Бенфика, а спаренные именно с Базелем. Я думаю, что шансы есть у ЦСКА даже более чем. Возможно, даже и набрать максимальное количество очков. Меня всегда твой максимализм и оптимизм всегда удивляет. Да, если честно, я очень рад, Олег, если мы будем дальше затрагивать. Я, если честно, не вспомню, чтобы четыре клуба, представляющие Россию в Лиге Европы и Чемпионов ни одной из команд не проиграла. И более того, восемь очков набрали. Мне кажется, это, если не стартовый рекорд, то один из таких показателей серьезных. Если мы говорим про ЦСКА, у ЦСКА есть все шансы, конечно же, но не стоит вот здесь вот именно оптимистично относиться. Мне кажется, здесь более судьбы, конечно, ЦСКА выиграли, может быть, где-то даже с долей везения. И об этом мы сейчас поговорим, да. Именно по группе. Именно по группе. У ЦСКА есть все шансы. Будем смотреть. Опять же, я больше всего волнуюсь именно за вот эту вот паузу. Все-таки она у нас есть. Это пауза после новогоднего, скажем так. После новогоднего уже определится, кто будет играть в Лиге Чемпионов, а кто поедет. На мой взгляд, если ЦСКА так и дальше будет идти, как вот Чемпионов России в Лиге Чемпионов в последний первый матч, я думаю, все шансы есть выйти в плей-офф. Отлично. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим группу Е, в которую попал Чемпион России московский Спартак. Итак, Спартак, Севилья, Ливерпуль, Морибор. Я хочу узнать у вас, друзья мои, насколько Спартаку повезло сожребием, учитывая, опять-таки, делая мостик, какие соперники попадались ЦСКА, когда ЦСКА был в первой корзине. Итак, Сергей, Севилья, Ливерпуль, Морибор. Олег, надо отталкиваться с того, в каком состоянии сегодняшний Спартак. Допустим, если бы смотреть Спартак, который занял первое место в прошлом году, в прошлом сезоне, то это один Спартак, который мы сейчас видим, сейчас много в прессе уделяется внимание Спартаку, то в нынешнем состоянии Спартак, я думаю, потолок его побороться за третье место. вот в этой группе. Не более, не более, а прям все мы уважаем. Понятно. Хотя бы да. Да. Жень, скажи, пожалуйста, Ливерпуль, наверное, отдельный все-таки, да? Скорее всего. Как вам отчестие? Севилья? Ну, Севилья тоже не подарок, я хочу сказать. Понятно. Поэтому, я думаю, что у Спартака вроде бы группа не самая, скажем так, тоже сильная досталась, потому что не группа смерти. Не смерти точно. Не смерти точно. Поэтому, может быть, чуть полегче, как мне кажется, ЦСКА, группа Спартака полегче, чем ЦСКА. Не знаю, потому что, грубо говоря, два, они должны побеждать, Морибор, да, они должны обыгрывать, дважды были его, по идее. 6 очков они получают. То есть, копилку 6 очков уже изначально должны были прийти. Уже нет этой победы. Ну, естественно. Поэтому, я думаю, что лидер Ливерпуль, так же, как у нас Манчестер, но здесь факт, еще один немаловажный, как будут играть лидеры группы. Чтобы попасть, допустим, на второе место, на вторую строчку в группе, нам нужно, чтобы Манчестер как можно чаще выиграл. Так точно. И тогда у нас обсуждаем другую группу. Хорошо. В этой группе, да, где Ливерпуль-Севилья, Спартак-Морибор, тоже команда Ливерпуль-Севилья сыграли в ничью. В ничью. На руку Спартаку в каком-то плане. Спартак и Морибор. Да, и Морибор в том числе. Вот. Если так плавненько подвести тоже Спартак, на самом деле, с Женей согласен, должны были, обязаны были побеждать этот Морибор, только моментов было множество, особенно вот этот момент. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Остался в голове Адриана на Фернандо, да? Да. Прекрасный момент. Отлично. Давайте, давайте перейдем уже непосредственно к матчам. И еще раз хочу обратиться к нашим телезрителям, болельщикам. Мы переходим к обсуждению матча Лиги Чемпионов ЦСКА, Спартак, как они сыграли, как показали всю красоту российского футбола. Итак, Бенфика, ЦСКА 1-2, Морибор, Спартак 1-1. Жень, ну давай начнем с ЦСКА. Я понимаю, победа, я понимаю, твой любимый клуб, и для копилки сборной команды России, также сборной команды России, для России, да, для страны, копилочку коэффициентов. Но прежде чем мы это сделаем, давайте пообщаемся с нашим телезрителем и узнаем его мнение о выступлении наших команд. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, но посаран. Я всех вас приветствую, я думал, что ты совсем свернул свою программу грешным делом, я, конечно, не знал почему, но нет и нет, нет и нет. Он собирался это сделать, мы настояли. И тоже никаких нет. Поэтому я думал, что все закончено. Ничего не закончилось, все только начинается. Ну что ж, мне, если ведь по первой группе идет ЦСКА, мне нравится ЦСКА сегодняшний. Угу. Своим настроем на победу. Я понимаю, что не все там гладко и не все всегда получается. И даже с Бенфика, я считаю, что второй голод, это, в общем-то, больше скучайно, чем закономерность, потому что Бенфика в основном доминировала. Они, видимо, не ожидали, что так получится. Да, собственно, никто не ожидал. Я думаю, ну ладно, ничья как-нибудь, может быть. Но, тем не менее, получилось хорошо. Я считаю, что армейцев может, по крайней мере, если не с первого, то с второго места мы можем быть. Реально. Я ведь помню, в девятый год, когда заступил Слуцкий, мы играли тоже, также с Манчестер Юнайтед, и сыграли 3-3, причем все время вели в счете. Да. Это они сравняли 3-3, да. Да, если бы не ликошет. Да. Помнишь, Женька, нет? Да, да, да. Ну, мы все помним этот матч. Это был первый матч в Лиге Чемпионов Слуцкого, да, и 3-3. И, в общем-то, мы тоже считали, что он сложил все удачу. Поэтому, если мы там сыграем, пусть не 3-3, но хотя бы в ничью, это для нас будет очень большое положительное, так сказать, сальдо. Но мы с Манчестером играем в последнем туре. Это дома? Нет. Там, на вы, последняя, пятая игра будет. Мы с Манчестером играем в следующую среду. Да, это правда. опять же, мы с Манчестером играем в следующую, да, совершенно. Дома? Дома. Я думаю, армейцев все есть. По крайней мере, пусть не выиграет, но на ничью не могут вполне сыграть. Во всяком случае, я верю в них. Спасибо. Спасибо, Юрий Сергеевич. Это касается Спартака. А, да. Я согласен, Сережа, сейчас не тот Спартак, который выиграл чемпионство в нашей стране. Не тот. Совсем даже не тот. Увы. Я не думаю, чтобы он вышел вообще, но хорошо, если он с третьего места выйдет в Лигу Европы. Спасибо. Спасибо. Будем ждать, будем ждать, естественно, следующих матчей, потому что они тоже будут во многом определяющие, как дальше пойдет развитие событий. Итак, Жень, ЦСКА, Бенфика, я скажу честно. Ты звал меня, посмотри, да, ты звал меня смотреть милиции. Хорошо, что я не пришел. Юрий Сергеевич говорит о том, что Бенфика владела инициативой. Да, она владела инициативой. Бенфика владела мечом, но опасных моментов команда Бенфика для ЦСКА не доставляла каких-то неприятностей. Да, согласен. Или я не прав? Нет, нет, согласен с тобой, да. Нагнетали обстановку, да, но таких вот конкретных моментов, которые могли привести к 100%. Спасение, штанги, там, невероятные промахи. Нет, я думаю, ну, все видели, да, все смотрели матч, все это видели. И что мне самое было приятно, что забил гол воспитанник ЦСКА в Лиге Чемпионов. А вот если ты любитель статистики, да, когда забивал воспитанник ЦСКА в Лиге Чемпионов, знаешь? Я даже не буду говорить, 92-й год. Поэтому прошло очень большое время, Корсаков? Ну, сейчас я не могу сказать, точно. Но вот за воспитанник забивал в 92-м году, соответственно, прошло практически, ну, не практически, а уже 25 лет прошло, когда воспитанник забил. И еще характерно, после того, как мы, скажем так, у нас трансферная... Подождите, в Лиге Чемпионов, ты говоришь? В Лиге Чемпионов. Ну, А Щенников забивал в прошлом матче. Я вот просто не помню, когда Щенников ими забивал. Нет, вот я в группе в основной сетке. А-а-а. Да. Уже в основной сетке. Не-не-не, в основной сетке, когда вот играли, они... Давайте. Хорошо, я тебе... Илья. Еще хотел момент один, извини, и еще один момент уточнить, что мне очень было приятно видеть, что в Лиге Чемпионов играет 4 воспитанника клуба. Сразу. На поле выходило. А если там будем еще с чемпионатом России, там уже 6 выходил. А если еще вспомнить, что и Головин, которого не причислили к воспитанникам, но он, в принципе, пускай и в более старшем возрасте, но все-таки, да, и сцентрировал. Мне нравится, что все-таки молодежь, да, вот школа, в которой армейская работает, да, все-таки и люди играют в Лиге Чемпионов. Хорошо. Илья, скажи, пожалуйста, перед началом, или даже, ну, можно так сказать, перед началом второго тайма у тебя были мысли о том, что ЦСКА может этот матч выиграть? Потому что по первому тайму я сказал себе, ну, все, начинается. Ну, если по-честному, каких-то предпосылок к положительному исходу для армейцев после первого тайма не было. Но 3 очка на выезде в Лиге Чемпионов не пахнуло. Это правда. Сергей, да. Добавлю, да, вы обсудили уже эту игру, но еще стоит добавить, что везение было естественно стороне ЦСКА. И плюс еще мы с тобой об этом говорили, что впервые, наверное, в истории, да, так судил судья. то есть очень лояльно к нашей команде относился. Испанец, да? Да, 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 да. Испанец судил, да. Я думал, немец, это испанец был, да. И он, там был эпизод с Васиным, когда он хватал за майку, в принципе, это пенальти. Был чистый пенальти, да. Рука у Верблама. Да, да, да. Ну, то есть, сложилось все хорошо. Был день ЦСКА, наверное, я думаю, так, в этом матче. Поэтому победа. Думаю, тренера, наверное, стоит отметить. Вовремя замену он сделал как раз же Малединов, вышел вместо Аланара, хоть и тот первый, второй получил травму, да. Хотя эта замена, если честно, напрашивалась. Хотя тренер-то похвалил его Аланара. Конечно. Не, на самом деле, он свою работу выполнил. Если, допустим, вышел Чалов, да, в нападение, да, я думаю, что было совсем по-другому. И все-таки на Аланара, как мне кажется, с начала матча. То есть, так защитники очень много уделяли минимально Аланара. Ты заметил, он их вымотал практически. И выходит легкий Жемальдинов, ему проще было играть. И, как мне показалось, поэтому, когда он вышел, он стал более заметен. Поэтому Гончаренко-то похвалил его из-за этого. Я не знаю, какой мы футбол, может быть, мы разный футбол смотрим, но, честно скажу, играться из КАМ мне не понравилось. Да, результат налицо, как говорится, три очка заработаны, но сама игра ЦСКА мне не понравилась. Скажи, пожалуйста, а когда вот итальянцы занимали и становились чемпионом мира, они показывали хорошую игру? Я не считаю. Теперь главный результат шашечки или ехать? Вот. Вот он как заговорил. Ну, ладно, про ЦСКА мы еще успеем поговорить. Давайте немножко поговорим о Спартаке. Сегодня нет представителя Спартака, они занимаются, да, зализуют раны после тоста. Празднует чемпионство. Они все еще празднуют чемпионство. Морибор, да, мы немножко уже затронули эту тему, что Морибор надо было набирать шесть очков. Уже не получится. Получится ли в следующей игре? В следующей игре с Морибором? Да. С Морибором я более чем уверен, что получится. Ну, хотя здесь вот такой момент, опять же, последняя игра в рамках чемпионата России, если честно, я был удивлен, Олег, удивлен, что даже Каррера задал два вопроса. Вы меня плавите и почему вы это делаете? Об этом мы еще поговорим. И в Мориборе можно было спокойно спрашивать вопросы у игроков, что вы делаете и почему вы не забиваете стопроцентные моменты. Ну, кажется, вроде раз момент, два не использованы. Третий, там, Самедов тоже в голове, да, момент, когда он выше ударил, хотя потом исправился, забил. Тут такой момент, мне кажется, больше психологический. Спартак, во-первых, мы знаем, что давно не играл в Лиге Чемпионов, сколько? Около пяти сезонов, да? Что-то такое, если даже не шесть. Соответственно, очень долго ждали и, в принципе, может быть, даже где-то и можно считать все-таки результат на выезде ничейный с Морибором более там 60 на 40 как положительный. Но все равно болельщики, я думаю, спартаковского клуба рассчитывали на больше, рассчитывали на победу. Вне всякого сомнения. Сереж, по Спартаку, да, ты сказал о том, что сейчас Спартак не тот, который мы видели в прошлом сезоне. Состав остался, тренер остался, финансирование, я думаю, тоже на должном уровне. Что не так со Спартаком? Ты можешь сам ответить на этот вопрос. У них пропал кураж. Ты вспомни, как они играли в чемпионате, они на кураже выигрывали многие матчи. второе, вот Костя правильно сказал, последний матч чемпионата России показал, что Спартак совершенно не умеет удерживать счет. делать такой счет, который ему нужен. После 2-0 при удалении игрока действительно можно было сохранить счет, получить, как Женя сказала, 3 очка. По Лиге чемпионов. По Лиге чемпионов. Возвращаюсь. То же самое по Лиге чемпионов. Они же вели 1-0. И то ли тренер, то ли игроки, я не знаю, как они не поверили. Либо не смогли как-то перестроиться, чтобы удержать хотя бы 1-0 на выезде. Это 3 очка, это групповой турнир. Это не, как говорится, дома играют. Можно 1-0 и все спокойно дальше ехать домой. И второй, третий вопрос, мне кажется, в том, что у Спартака конечно мало игроков, которые, в отличие от ЦСКА, которые прошли школу Лиги чемпионов, которые выходят, играют гимн, у них не дрожат коленки, у Те же Березуцкий, Акинфеев, уже до лампочки. Какой гимн играет, мне кажется. Они стоят спокойно и играют так же спокойно. Выходят. Ну, молодежь может быть, которая вышла. Ну, молодежь молодец. Они молодцы в ЦСКА показали себя. Но в Спартаке, видишь, не нашлось тех людей, которые действительно смогли как-то воплотить результат. Кстати говоря, какая-то интересная закономерность у нас появляется. Как только Спартак начинает буксовать, представители Спартака сразу находят какие-то определенные дела. Но, будем надеяться, что это только совпадение. Итак, переходим к Лиге Европы. Также два клуба у нас представляет Россию в этом турнире. это Локомотив и Зенит. Давайте посмотрим группу Ф. Группа, в которой встречаются Локомотив, Шериф, Копенгаген и Фастаф. Я, честно говоря, давно наблюдаю за футболом. Не знаю, может быть, я одинок. Копенгаген только знаешь. А что за команда Фастаф, я, честно говоря, не знаю. Может быть, наш телезритель, который только что до нас дозвонился, ответит на мой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Евгений, большой привет. У меня такой вопрос. Меня зовут Романов Анатолий. Я не являюсь болельщиком ЦСКА и не являюсь болельщиком ни одного клуба. Я за интересный футбол. У меня вопрос такой. ЦСКА играет на протяжении многих лет. В принципе, стабильно, где-то взлеты, где-то партнеры, патастроф нет. Ну, бывает то, что меняются тренеры. Это, с одной стороны, очевидно, а с другой стороны, непонятно. Потому что тренер, когда уходит, он забирает свою команду в основном и приводит к собой новую. У меня такой вопрос мучает меня очень давно. Что делает команда Виктора Новка, какая его обязанность и к какому тренерскому штабу он относится? Спасибо. Спасибо большое. Жень, прибережем, когда мы будем обсуждать матч с Ростовым. Хорошо? А вопрос запомни. Спасибо большое. Да, мы этот вопрос обсудим. Ну и группа Эль. Давайте также посмотрим участников этой группы. Зенит, Руссенборг, Реал Сосъедат и Вардер. Вот такие команды попались Зенитов. Сергей, как группы для наших команд? Да, в принципе, все группы нормальные, проходимые группы для Лиги Европы. Тем более, взять состав Зенита, да, Зенит вообще, я считаю, может в этом году взять Лигу Европы на титул. На титул, да, совершенно. Хотя там есть в других группах там команды серьезные, из этих, из элитных дивизионов, там, из английского, из немецкого есть хорошая команда, ну, я думаю, что... Милан тоже есть. да, Милан же восьмое место занял, лишь попал в Лигу Европы. Понятно. Потому что итальянская команда много прошла. Так что, не, шансы есть у всех, и у Локомотива, у Зенита, Локомотива пройти дальше, ну, взять, конечно, кубок, я не знаю, тяжело будет, Локомотива. Да, ну, давайте, давайте, как можно больше очковать. Давайте поговорим о Локомотиве, ну, и посмотрим итак, Копенгаген, Локомотив, 0-0, и Вардер, Зенит, 0-5. Константин, скажи, пожалуйста, увидел ты что-то в игре Локомотива с Копенгагеном другое, чем, как играет Локомотив в чемпионате России и в Лиге Европы? Была какая-то разница? Была разница, конечно, Копенгаген неуступчивая команда, не знаю, с кем ее можно сравнить, наверное, с тем же самым Амкаром, если по горячим следам, неуступчивым, ну, по тем, может, временам старым, да. Очень много борьбы, нереально много борьбы было на футбольном поле, соответственно, практически без моментов. Выездной матч там, в Дании, я считаю, первый более чем положительный результат. Ну, не забили и не пропустили, одну очку увезли в гостях. Если сравнивать, опять же, ты спрашиваешь, да, отличается, конечно, все-таки Локомотив знает своего соперника по чемпионату России, а здесь, конечно, Копенгаген, я думаю, что готовность была здесь и сейчас, как, наверное, для многих не секрет, команды готовятся, смотрят видео изучающие, смотрят, как команда идет в чемпионате в своем личном. Поэтому здесь, опять же, повторюсь, результат 0-0, мне кажется, он закономерен. Хорошо, Копенгаген и Локомотив, вот на мой взгляд, мне кажется, что это два клуба, которые, по крайней мере, математически, должны выходить из этой группы дальше в плей-офф. Я согласен с тобой, что касаемо других команд, если честно, они, я так не вижу, что, да, периодически появляются в том же самом, там, втором позначенности Еврокубки и Лиге Европы, но что касаемо Копенгагена и Локомотива, они из года в год попадают в основную сетку Лиги Европы. Поэтому то, что эти две команды будут претендовать на выход с первого и второго места, соответственно, это бесспорно. Спасибо, спасибо большое. Жень, скажи, пожалуйста, Зенит, Зенит, Вардер, я не помню, какая команда оступилась на Вардере. Я тоже не помню. Ты тоже не помнишь, да? Я тоже в 2003. Я помню. Я не помню, ну просто, правда, ну по статистике запамятовал. Кто-то, понимаешь, кто-то оступился на Вардере. Кто-то на Мориборе оступался. У каждого был свой Вардер. Не зря такую пословицу придумали и болельщики. Зенит разобрался. То, что должен был разбираться с Спартак. Точно так же он должен был разобраться с Морибором. Точно так же. Ну хотя бы не 5-0, но 2-0, 3-1, допустим, я допускаю. Зенит выиграл на классе, играя спокойно. Но опять же, Жень, вот то же самое, что я сказал, в каком состоянии сейчас Зенит, в каком состоянии Спартак. Но Зенита тоже в не лучшем состоянии. Команды похожи, Вардер, Морибор. Но состояние Зенита и состав Зенита, ну тут, понимаешь, небо и земля, я считаю. Я согласен абсолютно, так же небо и земля, потому что мы находимся здесь в студии, а наш телезритель, надеюсь, на диване и дозвонился до нас, чтобы рассказать свою историю футбола. Добрый вечер. Добрый вечер. Врачи России Сергеевич, Зенит и Локомотивов. В Зенит, я считаю, может выставить два состава в Лиге Европы. Да, да. У них такой второй состав, что у других команд первого такого нет. Да. Поэтому, я думаю, для Зенита проблем не будет. Ну а что касается Локомотивов, мне трудно судить, потому что с Тосной 0-2, с Анкаром 0-1, здесь 0-0, а где забитые мячи-то? ЦСКА и Спартаком забили. Они из ЦСКА забили три мяча. И все, и запахли. И Спартаку четыре. Мне трудно судить по такой игре. Все, ребят, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, будем надеяться. Первый тур чемпионата Лиги Европы, Лиги чемпионов прошел. У нас есть две победы и две ничьи. Будем надеяться... Да, неплохо, неплохо. Учитывая, мы и от Португалии уже оторвались, да, Сергей, в таблице коэффициентов. И приблизились к Франции. И приблизились к Франции, что дает нам... Потому что все матчи на выезде были. Да, учитывая и это еще. Дает три команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Да, в Лиге чемпионов три команды. Друзья мои, переходим к чемпионату России. К такому близкому, к такому родному состоялся уже десятый тур. Одна треть чемпионата пройдена. Давайте посмотрим, какие результаты были зафиксированы в десятом туре. Итак, Зенит Уфа 3-0 без вопросов. Локомотив Амкар 0-1 на 45 секунде был забит единственный мяч. И потом зрители могли смело идти в буфет и отдыхать. Рубин Урал 0-1, да, многие думали, что Урал не справится с Рубином, но произошло обратное. Тос на Спартак сенсация, не знаю, тура, года, не знаю, десятилетия. Обсудим этот матч. Ска Хабаров, Ска Хмат 2-2, Анжи, Краснодар 1-5, Краснодар прошелся катком, как говорится, по Анжи. ЦСКА Ростов 2-0, честно скажу, для меня немножко неожиданный результат. Ну и Арсенал Динамо 1-0, Арсенал победил у себя на поле. С какой игры начнем обсуждение? предлагают ЦСКА Ростов. ЦСКА Ростов? Может, Спартак? Почему? Можно начать с ЦСКА Ростова? ЦСКА Ростов. Итак, 2-0. Жень, я сказал, что не ожидал этого результата. Я думал, все-таки будет такой 1-0 и такой пограничный, что называется, матч. В итоге получилось то, что ЦСКА достаточно, на мой взгляд, спокойно разобрался. Олег, может быть, Виктор Анопко как-то подсказал, как действует? Да, как раз расскажи про Анопко. Про Анопко тогда расскажу, да. У нас входят в тренерский штаб 2 человека. Это Виктор Анопко и Сергей Овчинников. Так точно. Овчинников занимается работой с вратарями, а общей подготовительной системой занимается Анопко, Виктор Савельевич. Полностью контролирует и процесс весь, конечно, уже Гончаренко. Спасибо за такой Лид-Биев. Что же я должен сказать? Не, ну просто, мы думали, это как-то по-другому. Не, ну как по-другому. Мы-то мы могли сами все прочитать. Да, да, да. Ты мне расскажи. Задали вопрос, что он там делал? Что он делал? Спартака из ЦСКА. Клав-то Анопко есть победа в ЦСКА? Ну а как же? Ну а как же нет? Ты посмотри, как защита работает. На ноль, какой матч играем? Так. А Анопко кем играл? Защитником. Защитником. Просто Анопко еще был, если не ошибаюсь, Жень, при штате Леонида Сулского. Правильно? Как динамская защита играет? Плохо. Плохо, но... Ну нет. По матчу. Давай по матчу. Чтобы мы еще много и успели обсудить. Да по матчу, что говорить? Да, действительно прав. Мне казалось, что все-таки Ростов будет поинтереснее смотреться. Но после ухода Бердеева он немножко сник. Поэтому одно было приятно, что в этом матче, опять же, может быть, в который раз я хочу сказать, что было уже шесть воспитанников на поле ЦСКА. Вот, конец. Илья, скажи, пожалуйста. Вот, самое главное. Знаешь ли ты? Скажи, пожалуйста, вот многие тренеры, проигравших, скажем, или неудачно выступивших команд, говорят о том, что вот мы только сыграли, у нас было два дня на подготовку, поэтому мы не смогли. Но учитывая, какой соперник достался ЦСКА, все-таки Ростов и в прошлом году, и в позапрошлом вообще были серебряными призерами. На секундочку, я уж не беру там Амкары, я не беру там Уфу и так далее, и так далее, и так далее. ЦСКА справился с поставленной задачей. Знаешь, Олег, вот по поводу того, что ты сказал, что тебе не нравится игра ЦСКА, ну, можно отчасти согласиться, но игра ЦСКА не может не вызывать уважение к себе. Потому что, во-первых, для меня тоже удивительно Ростов, ну, не могу сказать, что легко справился с Ростовом, но достаточно уверенно, я бы сказал. Тем более, да, после матча Лиги Чемпионов казалось, Не забывайте, что все-таки положительные эмоции после матча, да, выигранного в Лиссабоне... С Ростовом хорошо, армейцы всегда хорошо играют с Ростовом дома, всегда плохо в гостях. В гостях, да, это и есть. Ну, что ж, у нас есть телефон и звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся и узнаем его мнение. Добрый вечер. Да, привет. Это Ильдарь беспокоит. с дебютом, так сказать, вот, так сказать, его шурить пошла ЦСКА, ну, поводит мне тоже пару копеек, значит, своих ставить. вместо Анопка я бы с довольствием на самом деле увидел бы Гришина. Ну, Гришин, понимаешь, Гришин вырос немножко из... Я бы, вот, кстати, благодаря Гришину, благодаря Гришину, Жень, Жень, благодаря Гришину, и наши молодежь играет, и посмотри, как играет Антон Заболотный. В этом сезоне он один из лучших нападающих. Опять же, благодаря Гришину. Что касается защиты, я не знаю, как там Анопка тренирует Васина, но это, конечно, я не знаю, это просто трэш. Это просто, мягко говоря, ужас. А теперь хочу сказать, я тоже с тобой согласен, но ты посмотри, как Васин играет в нападении. Да. Он и в свои забивает, и в пасы отдают изумительные, и в чужие бьет. Вот, кстати, многие там отметили, то, что вот с Бенфикой там Васин молодец, как нападающий сыграл, но хочу сказать одно, ему не будет прощения до тех пор, пока он свой косяк до Спартака не справит. То есть, не забьет, да? Пока не забьет до Спартака, нет его прощения, да? Кстати, да, теперь возвращаясь к игре с Ростова. Ну, отлично, на самом деле, команда смотрится, играет, хорошо бегает. Единственное, что вот, может быть, там у Чалова не получается, уже Малетинова, но ребятам, безусловно, надо давать играть. Не купили никого, понятное дело, но если мы, по сути, да, вот наш тренер вытащит их на более высокий уровень, по сути, это уже полкоманды сборной. Вот и все. И поэтому, то, что как они 2-0, могли же и на самом деле 3-0 выиграть. Вот, и поэтому, я говорю, ну, игра красивая была на самом деле, интересная, и вот такую же игру на самом деле ждем в Лиге Чемпионов, но если с Матчестером получится здесь, ну, выиграть, это будет вообще замечательно. Да, согласен с тобой, пойдем с тобой. Антон Заболосный просто выше всяких пахов. Поговорим. Спасибо, спасибо большое. Меня, честно говоря, удивляют болельщики, которые после, ну, определенных событий, забитых мячей, или хорошо себя проявил, да, я помню, Давыдов, Новый Месси, Заболотный, который, ну, один матч провел в СССР, и потом пошел по другим командам, да, забил один мяч, да, Спартаку, да, хорошо получилось, принял, развернулся, пробил, и у нас сразу начинается Заболотный, неправильно, лучший, лучший бог футбола. Не соглашусь с тобой, я, я просто, вот, у нас был один игрок, да, нападающий, который отметился одним забитым мячом, и все болельщики ЦСКА его помнят. Нет, это все понятно, мы можем вспоминать и Янчика, мы можем вспоминать и Базилюка, и так далее, и так далее, и так далее, Янчик, который забил мяч, единственный Спартаку, и все. Это все понятно. Все, это достаточно было. У Ростова, друзья, тренер великого. Мы сегодня много говорили про ЦСКА, да, давайте дальше перейдем, потому что на очередь у нас еще один любимый, обожаемый клуб практически всеми россиянами. Это команда Динамо. Дотэш, а это у Спартака? Нет, Спартак уже... Это с каких это пор? Перед Динамо. Итак, Арсенал Динамо. Матч, конечно, неоднозначный. Он открывал десятый тур этот матч, и по результату он не устроил Динамо. Естественно, команда проиграла и по тем последствиям после этого матча, да, были травмы, были неприятные моменты, ну, и, естественно, Кирилл Панченко, один из лидеров команды, на которого возлагались большие надежды, и на чемпионат мира, в том числе, да, выбыл на полгода. Сергей, почему не получился результат положительный для Динамо, и насколько теперь, я бы так назвал, панчезависимость будет в Динамо, или есть в Динамо? Ну, я с тобой соглашусь, потому что получил еще Рыков, травму, перелом лицевой кости, да, лицевой кости. Он на месяц выбыл, правда, врачи говорят, месяц, и плюс Панченко, игра была очень жесткая, конечно, как сказал наш тренер, игра была за 6 очков, потому что мы находились в нижней части таблицы, и Арсенал там же, ему нужно было выигрывать, ну, Арсеналу, я скажу, повезло больше, конечно, они забили мяч, Динамоцам надо было забивать, забивать, как видно, некому, потому что вот Бичерай имел 100% два момента, да, бил защитника, попал, вот не повезло, и плюс вот эти, как мы говорим, травмы еще у нас, ну, панчезависимость, как ты сказал, тут понимаешь, такое, палка в двух концах, потому что Динамо в прошлом году, играя в ФНЛ, потеряла Панченко на 5 туров, он получил травму какую-то там, ноги тоже у него было, 5 туров Динамо победили они в этих играх, потому что, да, почему, опять же, вот сейчас Панченко может заменить Вандерсон, Зотов, например, на его позиции, которые не будут искать его, понимаешь, они на поле, как вот я в прошлом году рассказывал, команда ищет Панченко, то есть действительно была панчезависимость какая-то, да, он бомбардир, он забил там сколько, 23 или 25 мячей в прошлом году, в первой лиге, но здесь 4 мяча забил, хотя тоже неплохо, да, хотя он не играет же на 3, да, это неплохой результат для игрока, ну здесь вот обидно то, что, конечно, парень не попадет, может быть, ну скорее всего, не попадет, потому что Казмир, не, ну почему, полгода заканчивается, у нас получается 3, в марте, к весне, как раз к старту сезона, он будет, надеюсь, ну тут будут сейчас игры идти, товарищеские, там в этом году 2 игры, да, будет у сборной, если не больше, то есть он может быть в состав просто не попадет, по схеме наиграет тренер в состав, то уже он не будет вписываться, я думаю, там таких игроков может быть и навалом будет. Подобная травма вроде у Спартака, у Заблина, да, 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 но в этом году и Тегиев получил, вот в этом туре, вернее, и Тегиев получил у Спартака такой же травм, мужской тур был вообще травмоопасный, можно сказать, вот, и, ну, по игре Динамо, Олег, ну, как таковой игры какой-то нет, понимаешь, я вот, мы общались с болельщиками, понимаешь, тут, они тоже, вот, последнюю игру, говорят, вот, Шунин там допустил ошибку, хотя я не считаю, что он допустил, там мяч такой был забит, достаточно сложный, по траектории летел, для вратаря тяжелый мяч, со штрафного, да он был, вот, и, понимаешь, там, я написал, что надо забивать, три игры последние в чемпионате, Динамо не забивали, плюс взять игру в сборную, со сборной они сыграли, они опять не забивали, то есть надо что-то делать в атаке, команде, а что делать, вот, не знаю, потому что, как Женя говорит, ЦСКА не купили, Динамо тоже особо не раскошелились, тут свои проблемы с ВТБ, потому что у них сферстан бюджет до конца года, теперь, значит, зимой они могут дать деньги, ну, скорее всего, зимой, если не с травмами, Динамо подкупит кое-кого, может быть, и мы постараемся выправить положение, которое сейчас попало в Динамо, ну, будем надеяться, будем надеяться, потому что, ну, действительно, хочется, а еще я, да, начал говорить, и, скорее всего, сейчас дали тренеру карт-бланш, карт-бланш, да, вот на два матча будет, очень серьезный матч с ССКА с Локомотивом, и зависимо от этих матчей, тренерский штаб может поменяться, и по прогнозу. А есть смысл менять тренерский штаб с учетом игроков, которые сейчас есть в Динамо? У него принцип такой, кто на тренировках себя лучше проявил, тот и играет, понимаешь? Не знаю, ну, посмотрим, ну, естественно, всем болельщикам Динамо, как всегда, терпение, я уверен, что не пройдет и полгода, как пел Владимир Семенович Высоцкий, не пройдет и полгода, и мы увидим совершенно другое Динамо. Друзья мои, Тосно, Спартак, переходим к этому матчу, ну, я думаю, что все болельщики знают, что Спартак сыграл с Тосно 2-2, забил два мяча, играл в большинстве после 30-й минуты, но для многих матч получился не самым лучшим с точки зрения результата, и 2-2. Я более хорошо знаком с командой Тосно, потому что команда Динамо в прошлом году играли два матча с ними, я наблюдал за ним, не только за этими матчами, я действительно ФНЛ смотрел, интересовался, был подписан на все эти сайты ФНЛовские, и команда Тосно действительно самая зубастая команда, там вот Енисей был Тихоновский, Тосно Парфеновский, и команда, не дай бог, потому что самые кровавые и такие тяжелые матчи у Динамо были именно с Тосно, я удивился, когда вот Заболотный, кстати, сказали, Заболотный, Заболотный очень хорошо играл в ФНЛ, Забил тоже там очень много мячей, ну, таранного типа нападающий, и с грым чутьем, я не знаю, но Тосно все позиции сейчас... Друзья мои, я хочу с вами посоветоваться, не так много времени остается, вот, не кажется ли вам, что если мы сейчас перейдем к теме Спартака, не будет ли это плачь, кого там у нас царевны, или кого там не смеяны, да, не будет ли это плачем, так сказать, еще одним, одной каплей, да, вот в эту огромную бадью, слез спартакских болельщиков. Да и как говорится, Олег, за глаза не будем, да нет представителей, да не будем. Хорошо, да нет, тут по главному тренеру все видно, какой приезжал, да, сейчас многие сравнения были, какой приезжал, молодой, перспективный, свежевыглядевший, а сейчас немножко уже щетина, уже подустал тренер, как говорится, он же полюбил русскую, скажем, национальную, пищу, вот, русско-национальный напиток, да, подустал, нужно какая-то перезарядка, но ее не видно, и все критикуют, мне кажется, что правильно делать. Аня, многие в прошлом году и говорили, да, какой Спартак мы видим в прошлом году, ну, и даже Кирилл говорил об этом, да, кто-то возвращается к багажу, али ничего, давайте, да, давайте посмотрим матчи одиннадцатого тура, которые состоятся в эти выходные, будут очень интересные матчи, Динамо, ЦСКА, дерби на все времена, Спартак, Анжи, я думаю, что тут Спартак должен, что называется, на Анжи, выместить, да, всю злость, Уфа-Арсенал будет решать местные задачи, так и Урал-Тосна, Ростов-Локомотив, Ростов-Дома, абсолютно неуступчивая команда, Краснодар-Зенит, вне всяких сомнений, это матч тура, встречаются первая и вторая команды, Амкар-Скахабаров, Скахабаровск, молодцы, и Амкар молодцы, да, ну, по крайней мере, в 10-м туре, и Ахмат Рубин, тоже, да, будет матч достаточно интересный, чего мы ждем от этих матчей, Сергей, Динамо ЦСКА, было время, когда ЦСКА не мог победить Динамо, 6 лет вы не могли, 6 лет не побеждал, ну, тут, не знаю, Олег, типа, Динамо в такой ситуации, сейчас, я не знаю, как они сейчас будут перестроиться, среди страхов, ЦСКА, на подъеме сейчас, тяжелый матч будет, постараемся, раз с Зенитом смогли, ничего вырвать, с протоколом тоже. У нас тоже отсутствует более Главин, за перебор карты. А, да, у вас Главин, да, 3 очка, Динамо. Давай, Лука, как сыграть? Ой-ой-ой-ой, Элья, ну, верим в ЦСКА, но матч будет тяжелый, непредсказуемый. Жень, тяжело будет, но выиграем 2-0. Лука, реабилитируйте, скажем, соглашусь полностью, да, Локомотив Ростов. После Порожняма. В Ростове не забываем, лучший тренер Кучук, мне кажется, здесь будет победа Локомотива на выезде. А как же Кучук? Нормально. Ну и Краснодар, Зенит, лидер. Ну, кстати говоря, пока мы обсуждаем эту тему, можно включить сейчас, да, турнирную таблицу после 10-го тура, чтобы мы понимали, Зенит и Краснодар, да, занимают первую, вторую строчку, три очка отрыва, и они встречаются в 11-м туре между собой. Локомотив, ЦСКА, Ростов, да, Ростов, Локомотив встречаются, третья, пятая команда. ЦСКА, да, идет там, ну и Спартак на 8-м. Играет с дном турнирной таблицы. Вот, ну и вот такой расклад у нас по турнирной таблице, и середина, да, середина турнирной турнирной таблицы, абсолютно ничего не ясно. Любой тур меняет положение команд. Друзья мои, всем нам огромное спасибо, поздравляю наших телезрителей с тем, что программа возвращается в эфир телеканала Видное ТВ. В следующий вторник мы будем обсуждать матчи 11-го тура, переживать за свои команды, Кубка России, естественно, да. Ну и до встречи, болеем за своих. Пока. До доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин